Добро пожаловать, дорогие зрители, на новый виток нашего путешествия в тайны жизни, смерти и того, что скрывается за привычным пониманием реальности. Сегодня мы будем рассматривать одну из самых загадочных тем современной науки – нейропластичность мозга через необычную призму квантовой механики, готовы раздвинуть границы восприятия. Поехали! Начнем со вступления в основы. Нейропластичность – это удивительное свойство нашего мозга, которое позволяет ему адаптироваться, перестраивать свои нейронные связи и даже переписывать собственную функциональную карту в ответ на обучение, переживания и травмы. Именно благодаря нейропластичности ваш мозг может научиться играть на пианино, забыть старый страх или освоить новую профессию, даже во взрослом возрасте. Но что, если наша способность к трансформации выходит далеко за рамки физической ткани мозга, что если мозговая активность связана с глубинными законами Вселенной, законами, описанными квантовой механикой? Квантовая механика – это область физики, которая изучает микроскопический мир атомов и субатомных частиц. На этом уровне привычные законы классической физики перестают работать, частицы могут находиться одновременно в нескольких состояниях, суперпозиция – влиять друг на друга мгновенно. Находясь на огромном расстоянии, запутанность – и проявлять себя как волны или частицы в зависимости от контекста. Сложно? Да, квантовая механика разбивает наши привычные представления о реальности. Но именно в ее принципах скрываются потенциалы, которые, возможно, влияют на сознание и работу нейронных связей. А теперь давайте разберемся, как это может быть связано с нашим мозгом. В последние десятилетия некоторые ученые начали рассматривать мозг как биокомпьютер с квантовыми процессами. Одна из популярных теорий в этой сфере – гипотеза квантового сознания, предложенная физиком Роджером Пенроузом и анестезиологом Стюартом Хомерофом. Они предположили, что в микротрубочках нейронов могут происходить процессы, подчиняющиеся законам квантовой механики. Сложные биологические системы мозга, где взаимодействуют электрические и химические сигналы, могут положительно реагировать на три принципа квантового мира – суперпозицию, квантовую запутанность и коллапс волновой функции. Если мозг действительно использует квантовые механизмы для обработки данных, это открывает невероятные перспективы для понимания нейропластичности. Благодаря квантовой суперпозиции нейроны могут быть в нескольких состояниях сразу, создавая новые связи даже там, где на первый взгляд их быть не могло. Теперь представьте, что ваш мозг – это не просто нейроны, провода и химия. Это гибкая, динамическая квантовая система, которая мгновенно адаптируется к изменениям не только на клеточном, но и на фундаментальном уровне реальности. Вспомните, как вы чувствуете озарение, когда вдруг находите решение проблемы. В такие моменты, кажется, что сознание работает за пределами линейной логики, обрабатывая и пересобирая информацию одновременно во многих измерениях. Не является ли это отражением структур квантовой природы, где все возможно в одной точке времени? Квантовая механика также помогает объяснить нелокальность мыслей и ощущений, как иногда мы можем подключиться к чувствам другого человека на расстоянии или ощущать внезапный инсайт, будто пришедший извне. Возможно, это результат квантовой запутанности между элементами нашей нейронной системы и окружающей реальностью. Нейропластичность, связанная с квантовыми процессами, может быть также входом к пониманию более глубоких вопросов, что происходит с сознанием после смерти. Могут ли квантовые состояния мозга продолжать существование за пределами физической оболочки? Если энергия не исчезает, а лишь трансформируется, возможно, наша сущность сохраняется как часть бесконечной квантовой сети. Нейропластичность – это не просто способность мозга к ремонту. Это путь к адаптации, исследованию и даже изменениям реальности. И если квантовая механика действительно реализуется в нашем мышлении, это означает, мы все связаны с огромной системой, где прошлое, настоящее и будущее могут сосуществовать в одной точке времени. Мир становится не статичным, а текучим, как и сам человек. Итак, дорогие друзья, мыслите смелее, развивайте свой сознательный квантовый компьютер и не бойтесь заходить за границы очевидного. Мир бесконечно пластичен, как наш мозг, как наше сознание. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом взгляде на связь между нейропластичностью и квантовой механикой, как это вдохновляет на личные перемены. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!